МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовность МИДа сотрудничать с бизнес-омбудсменом. Министр иностранных дел Казахваев встретился с бизнес-омбудсменом Робином Ордсмиттом. За отличную учебу 70 лучших студентов высших учебных заведений, отмеченной президентской стипендией. Исполняющий обязанности президента Тюрагаджу Горху Кенеша Талант Мамытов принял участие в саммите СНГ. В формате видеоконференции глава государства обсудили сразу несколько тем. Главными же стали региональная безопасность и борьба с пандемией. Талант Мамытов подчеркнул, что сегодня СНГ – это уникальное образование, имеющее большой потенциал для дальнейшего развития. Будущее человечества за интеграционными объединениями стран и народов, такими как Содружество независимых государств. Больше о саммите в материале Аяны Чешкеевой. Свою речь, исполняющий обязанности главы государства Талант Мамытов, начал с исторической значимости Содружества независимых государств и его роли в мировом сообществе для СНГ, предстоящей 2021-й, станет юбилейным. Талант Мамытов подчеркнул, что создание Содружества после распада Союза было политическим решением, которое в экономическом, культурном и духовном плане отвечало интересам народов стран СНГ. Именно благодаря совместным действиям в рамках Содружества сегодня мы успешно противостоим вызовам времени, одним из которых является масштабная пандемия. Кризисы мировой экономики и торговли, проблемы экологии питьевой воды, бедность и безработица – все эти проблемы мирового сообщества имеют тенденцию к дальнейшему обострению. Глобализация всех сфер жизнедеятельности наряду с развитием несет в себе и угрозу. Поэтому выработка совместных и новых подходов взаимодействия, сплоченность и конструктивный диалог по всем ключевым направлениям – это главное достижение за эти годы и основа дальнейшего развития наших стран в рамках СНГ. Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в самых разных сферах, включая торгово-экономическую и культурную. Важным сегодня остается и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. Уважаемые главы государств, Республика Узбекистан выступает за поэтапный выход на качественный новый уровень сотрудничества, повышение эффективности механизмов взаимодействия и практической реализации принятых документов в рамках нашей организации. Убежден, что выполнение утверждаемой сегодня концепции дальнейшего развития СНГ позволит нам совместно достичь новых целей в предметных направлениях. 2020 год, уже об этом говорили коллеги, был непростым, имея в виду, конечно, пандемию коронавируса, заставившую мобилизовать имеющиеся у нас ресурсы на решение вопросов защиты жизни и здоровья наших граждан. Важно, что государство-содружество с самого начала исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией. Была налажена координация между санитарными службами. Согласно прогнозам, текущий кризис будет гораздо более затяжным и болезненным, чем все предыдущие. В этих условиях наш абсолютный приоритет – сохранение социально-экономической стабильности, поддержание уровня доходов и занятости населения. Однако, этого невозможно достичь без перезапуска всего комплекса торгово-экономических отношений. Необходима активизация усилий по дальнейшей либерализации взаимной торговли, устранению барьеров и ограничений. Исполняющий обязанности президента подчеркнул, что последствия от пандемии стали самыми тяжелыми за последние десятилетия, которые привели к значительному снижению экономического роста объемов торговли, росту дефицита бюджетов, безработицы и бедности. В таких непростых условиях необходимо активизировать координацию совместных усилий по минимизации последствий пандемии на экономике стран Содружества. Считаю крайне важным поддерживать темпы торгово-экономического сотрудничества, сокращать существующие барьеры в торговле, обеспечивать беспрепятственный транзит грузоперевозок и сохранять свободу передвижения рабочей силы на пространстве Содружества, соблюдение всех мер предосторожности. Конечно, в этом плане работа ведется, они должны быть активизированы в интересах всех сторон. Талант Мамытов также выразил признательность лидерам России, Казахстана и Узбекистана за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусом. Отдельную благодарность хочу выразить узбекской стороне за строительство и предоставление двух модульных инфекционных больниц. В течение последних нескольких лет проведена платформа совместной работы экспертов, результатом которой стала разработка обновленной концепции дальнейшего развития СНГ и плана основных мероприятий по ее реализации. Кыргызстан всецело поддерживает данную концепцию и план по ее реализации направлен на дальнейшее углубление сотрудничества наших стран. Еще одним направлением работы, которое играет важную роль в укреплении атмосферы дружбы и взаимной поддержки в рамках содружества, талант Мамытов назвал межпарламентское сотрудничество, где кыргызская сторона намерена и дальше активно участвовать в этой деятельности. Исполняющий обязанности президента Турага Джогур Кукинеша добавил, что у Кыргызстана есть один выбор. Это конструктивное и справедливое сотрудничество в рамках СНГ. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, Аллато, 24. Результаты референдума по определению формы правления должны быть подведены не позднее 35 календарных дней, то есть до 13 февраля, сообщили в Центрсберкоме. После сразу итоги нужно направить в СМИ, а официальное опубликование результата будет произведено в течение двух недель. Но чтобы референдум был признан состоявшимся, явка избирателей должна составить по меньшей мере 30%. Другие подробности у Дамиры Базарбаевой. С 10 утра до 6 вечера даже в выходные дни члены избирательной комиссии на рабочих местах. Им необходимо организовать проведение не только выборов президенты, но и референдум. Но как таковых особых хлопот нет, признаются члены УИК. Ведь отличие будет только в наличии двух урн и двух бюллетеней. Референдум такой дополнительной подготовки не требует. Мы прошли обучение. Раньше у нас была такая практика, когда проводились и референдум, и выборы президента. Поэтому наша комиссия, члены комиссии готовы. В список участников референдума включаются граждане Кыргызстана, достигшие совершеннолетия. Но при этом они не должны содержаться в местах лишения свободы или быть признаны судом недееспособными. Обязательное условие – наличие биометрической регистрации. Кто ее не прошел, стоит поторопиться. Сделать это нужно в цонах по месту жительства. Коррективы в окончательный список будут вноситься до 29 декабря. Проверить себя в списках можно и на госпортале tizme.gov.kj или совершить бесплатный звонок по номеру 119. В случае обнаружения любой ошибки или неточности, граждане вправе не позднее, 12 дней до дня голосования, обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением установленного образца. Граждане, проживающие за пределами Кыргызстана, состоящие на консульском учёте, автоматически включаются в список участников референдума. А те, кто временно проживает за пределами страны, могут заполнить заявление. Его можно подать и в электронном формате через сервис Кабинет избирателя. 10 января гражданам предстоит выбрать форму правления – президентскую или парламентскую. Но есть и третья графа – против всех. Со слов аналитиков, отдельные избиратели ещё не определились. А для этого нужно усилить разъяснительную работу по информированию о недостатках и преимуществах каждой формы правления. Органы государственной власти, в том числе, в первую очередь, правоохранительные органы, они должны предпринять все меры для того, чтобы обеспечить законность и порядок. И поэтому референдум тоже должен проходить без какого-либо давления, без какого-либо нарушения законодательства Кыргызской республики. И оно должно проходить именно с свободным волеизъявлением граждан. В агитации референдума не должны быть задействованы госслужащие, муниципальные работники, представители правоохранительных и фискальных органов, сотрудники религиозных учреждений и благотворительных фондов. Если проголосуют менее 30% избирателей, то референдум будет признан несостоявшимся. Сегодня в Кыргызстане, как и во многих странах мира, отмечают Международный день мигранта. 18 декабря 1990 года Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. И по случаю Международного дня мигранта, исполняющий обязанности президента, спикер Джогур Кукинеша Талант Мамытов направил обращение. Дорогие соотечественники, 2020 год стал непростым испытанием для всего человечества. Пандемия коронавирусной инфекции – это вызов, с которым столкнулся каждый человек, и тяжелее всего пришлось тем, кто в это сложное время оказался на чужбине. Это общемировое потрясение не обошло и нашу страну. Кроме того, сегодня Кыргызстан переживает ряд изменений политического, экономического и социального характера. Однако хочу вас заверить, что проблемы трудящихся мигрантов, вопросы взаимодействия с диаспорами, соотечественниками, проживающими за рубежом, остаются одними из приоритетных в политике руководства страны. Перед нами стоит задача создать благоприятные условия для тех, кто желает вернуться в Кыргызстан, открыть бизнес, жить и работать на родной земле. Одновременно с этим будет продолжена работа по защите интересов трудящихся мигрантов и разработке мер безопасной миграции. В целях реализации совместных гуманитарных, экономических, социальных, инновационных проектов будут приняты решения, направленные на поддержание тесного сотрудничества с соотечественниками за рубежом. Сегодня на разных уровнях государственного управления создаются новые форматы и взаимодействия с нашими соотечественниками. Создан Совет по вопросу миграции соотечественников и диаспор за рубежом при спикере Чигурку Кенеша. На завершающей стадии разработка программы «Мекеным», предусматривающая возможность для мигрантов на льготных условиях открыть в Кыргызстане малый и средний бизнес, принят закон о «Мекен-карт». Уважаемые соотечественники! В этот сложный для страны год во время пандемии коронавируса кыргызстанцы почувствовали вашу заботу, реальную поддержку, которую вы оказывали, несмотря на расстояние. Благодаря вашим усилиям в Кыргызстан была направлена гуманитарная и материальная помощь, медоборудование и необходимые медикаменты. Десятки волонтеров, медицинских работников не смогли остаться равнодушными к общей беде и приехали на родину предложить свою помощь, знания, тепло и заботу. Диаспоры кыргызстанцев помогали нашим соотечественникам, оставшимся без работы и жилья за рубежом. Вы показали свою сплоченность и единство с родиной. Ваш пример самоотверженности заслуживает самой высокой оценки. Хочу еще раз искренне от лица всех кыргызстанцев поблагодарить за вашу помощь. Желаю вам крепкого здоровья, новых значимых достижений, благополучия вам и вашим близким. За пределами страны трудятся почти миллион кыргызстанцев. В Европе, Турции, Корее, России. В этом году увеличилось число работающих мигрантов и в Японии. По-прежнему они сталкиваются с проблемами регистрации документов. Груза 200. Нарушаются их юридические права. Но есть и хорошая новость. Увеличивается число тех, кто получает обязательное медицинское страхование за рубежом. Послабление. Разрабатывается проект и по страховому полису для мигрантов. Об этом и не только расскажет Елиза Балбакова. Ахбар Маразыков 17 лет. Живет и работает в Москве. Мужчина никогда не забудет свой первый день вдалеке от родины. Тот день, когда он попал на Казанский вокзал. Чужбина. Ни знакомых, ни дома. А в голове только планы и мысли, с чего начать. Сначала он работал грузчиком. Позже продавал на базаре стройматериалы. После долгих усилий кыргызстанцу удалось взять в аренду контейнер на базаре. Продолжал реализовывать все те же строительные материалы, но работал уже на себя. Мы уже пятый год, объединившись с коллегами-кыргызстанцами, пытаемся улучшить сферу бизнеса в стране. Помогаем фермерам в регионах. Хотим, чтобы наша страна процветала. Хотя мы и вдалеке, но болеем за родину. Сейчас почти миллион кыргызстанцев трудятся за рубежом. Большая часть, 750 тысяч, работают в России. Остальные в Европе, Корее, Турции. В этом году увеличилось число работающих мигрантов в Японии. Частые проблемы, с которыми сталкиваются мигранты, регистрация документов, груз 200. Нарушаются их права, как работников многие не могут получить зарплату. Сейчас госслужба миграции работает над новым проектом страхового полиса для мигрантов. После вхождения страны в ЕАЭС, мигрантам, работающим в России, дали послабление. У некоторых есть доступ к обязательному медицинскому страхованию, но проблемы все же есть, и мы над ними работаем. Мы хотим ввести страховой полис. Если человек умирает за границей, то семья его получает по миллиону сомов. Хотя бы как помощь, чтобы привезти груз 200, ведь это очень дорого. А страховой взнос будет составлять где-то 200-300 сомов, пока это решается. Мигранты оказались в особенно уязвимом положении из-за закрытия границ и экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. Тысячи остались без работы, без денег, не смогли вернуться в Кыргызстан. Но даже несмотря на это, их поддержку в пик заболеваний здесь ощущали. В страну от мигрантов была отправлена гуманитарная и материальная помощь, необходимые медикаменты. Они высылали деньги для приобретения концентраторов, для приобретения санитарных изделий. То есть они помогали нам, что это отрадно, что говорят о том, что наши мигранты сами же испытывают проблему, но в то же время они и помогают нашим гражданам. А нашим соотечественникам, оставшимся без работы и жилья за рубежом в период пандемии, помогали диаспоры, консульства, посольства, добавили специалисты. Для их поддержки из республиканского бюджета было выделено 10 миллионов рублей. И также с августа по ноябрь этого года мигранты могли бесплатно получать консультации по юридическим вопросам и психологическую поддержку через социальные сети. Власти России в очередной раз пошли на встречу мигрантам. Президент Владимир Путин своим указом продлил сроки временного пребывания мигранта в стране до середины следующего года. Что даст этот документ нашим соотечественникам, расскажет наш коллега Мирбек Малдакунов. Сроки пребывания мигранта в России продлены до 15 июня 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Символично, что эта новость появилась в преддверии Международного дня мигрантов. Она обрадовала миллионы иностранцев, проживающих и работающих в России. Среди них и наши соотечественники. На такой шаг власти страны пошли из-за пандемии коронавируса. В соответствии с документом, до середины следующего года иностранным гражданам не нужно будет продлевать документы о временном пребывании, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания, в том числе продление вида нажительства. Если это строится на работу, это обязательно. Без этого не берут на работу. Регистрация? Регистрация и полный адаптмент. Постартовки? Да. Если, конечно, ты строишься официально, они требуют. Как трактовка идет, значит, этот указ будет действовать на наших граждан 90 дней. Но надо отметить в виду, что после указа к нам обязательно, значит, посольство Министерством иностранных дел Российской Федерации будет направлено на нота. С разъяснением действия, сроков и положений данного указа. Кроме того, замораживаются сроки добровольного выезда из России иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы страны. Следует добавить, что граждане Кыргызской Республики, которые получили, значит, решением или постановлением сюда об административном выдворении, значит, они должны покинуть пределы Российской Федерации в течение 90 суток, то есть в течение трех месяцев со дня вступления этого указа в силу. На этот указ вступает в силу в день подписания, следовательно, у кого, значит, в выдворении или кто в черном, так сказать, списке за два и более административных нарушения за последние два года, ой, три года или за последний один год, значит, они тоже, если они уведомлены надлежащим образом, если они подписали уведомление, значит, они тоже должны покинуть пределы Российской Федерации в течение трех месяцев, то есть до 15 марта. Также документ разрешает свободно покидать страну иностранцам, у которых после 14 марта этого года истек срок годности документов, удостоверяющих личность. В этой связи я бы рекомендовал бы, чтобы в будущем не было вопросов, связанных с продлением паспортов наших граждан на 2021 год, я бы порекомендовал бы, чтобы они заранее сдали, значит, документы на замену старых загранпаспортов на новые. С пониманием отнеслись и к участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. На сегодня количество мигрантов в России составляет более 6 миллионов человек. Такие данные приводят МВД страны. До пандемии их число доходило до 11 миллионов человек. Между тем, во многих сферах ощущается нехватка рабочих рук. Например, Минстрой предложил упростить условия въезда в Россию трудовых мигрантов, которые будут работать на строительных объектах. ЖКХ Москвы начали организовывать чартерные рейсы для своих потенциальных работников. Отмечу, по официальным данным, в России живут и работают более 750 тысяч наших соотечественников. Переводы кыргызстанцев, работающих за рубежом, обеспечивают треть ВВП страны. Мирбек Молдаконов, Аскар Уланулу, Аллату-24, город Москва. Внутри политическая ситуация в стране стабилизировалась. Властями предпринимаются меры по обеспечению безопасности сотрудников иностранных компаний и сохранности их имущества, сообщил министр иностранных дел Руслан Казахбаев во время встречи с бизнес-омбудсменом Робином Ордсмитом. А оказывается, действие по привлечению иностранных инвестиций, продвижению экспорта и туризма будет только созданный Департамент экономической дипломатии МИДа. Наш корреспондент расскажет подробнее. Обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса, создание условий по защите собственности, привлечение прямых инвестиций – все это необходимые условия для развития экономики, отметил министр иностранных дел Руслан Казахбаев. На встрече с бизнес-омбудсменом Робином Ордсмитом он отметил и стабилизацию внутриполитической ситуации в стране. В стране сейчас предпринимаются все меры, чтобы обеспечить безопасность иностранных предприятий и сохранности их имущества. Государство и впредь будет улучшать условия реализации инвестиционных проектов. В планах нового правительства страны провести кардинальные реформы во всех сферах деятельности госаппарата. Бизнес-омбудсмен Робин Ордсмит обозначил важность проводимой внешнеполитическим ведомством работы по содействию в привлечении зарубежных инвестиций и защите иностранных инвесторов. Важным стало обсуждение того, что бизнес сегодня нуждается в защите интересов. Другой не менее важный вопрос – привлечение иностранных инвесторов. И в этом деле МИД играет большую роль. В институт бизнес-омбудсмена поступили десятки обращений предпринимателей. С министром иностранных дел мы договорились о дальнейшем сотрудничестве. А оказывать максимальное содействие по привлечению иностранных инвестиций отныне будет только созданный департамент экономической дипломатии МИДа. Это шестой политический департамент, функции которого входят оказание максимального содействия государственным органам Кыргызской республики по вопросам привлечения зарубежных инвестиций, продвижения экспорта, развития туризма и регионов. Глава внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев подчеркнул, что новое правительство планирует реализацию реформ, направленных на защиту и поддержку добросовестного иностранного предпринимателя и инвестора в том числе. Стороны договорились продолжить сотрудничество и тесный диалог. 70 лучших студентов высших учебных заведений отмечены президентской стипендией. Распоряжение подписано исполняющим обязанности главы государства Талантом Мамытовым. За отличную учебу каждый студент-курсант получит по 50 тысяч сомов. На эти цели из фонда образования при президенте выделено 3,5 миллиона сомов. Рассказывает Надежда Усова. Хрупкая девушка в сильной профессии. Нурджамал – студентка 4-го курса, будущий энергетик. Впрочем, азы осваивает на практике уже сейчас, совмещая учебу с работой. С первичной обмотки соединить сначала на вторичный. Профессию выбрала по наставлению отца и ни на минуту не пожалела делиться девушка. Мой папа просто очень строгий. Он мне сказал, выбирай уже с 9-го класса, тебе нужно определиться с своим будущим. Куда ты поступишь и уже начать усиленно готовиться. Я долго думала, не знала, что выбрать. Папа посоветовал мне энергетику. Я почитала про энергетику, что творится у нас, как в Кыргызстане с этим. Я поняла, что энергетика у нас очень развивается сейчас в Кыргызстане. Это очень популярная профессия, очень нужная, важная для нашей страны. И наша страна обладает теми ресурсами, чтобы этим заниматься. Активная и университетская жизнь Нурджамал участвует во многих олимпиадах, программах и творческой среде. Первая в конкурсах и соревнованиях. И, конечно же, учебе. Именно это стремление и увлечение позволило ей стать лауреатом президентской стипендии. Я танцевала, пела, участвовала, конечно, в научных работах. Я заняла на первом курсе первое место по физике в олимпиаде. Мне очень нравится моя специальность. Я хочу продолжить в этой сфере. Хочу поступить на магистратуру в скором времени, как закончу. На получение президентской стипендии свои заявки подали более 130 студентов очной формы обучения со всех вузов нашей страны. Специальная комиссия проводила тщательный отбор и выбрала 70 лучших. Было нелегко, потому что мы потратили очень много времени, изучая именно профайлы кандидатов, которые продали на президентскую стипендию. Я хочу отметить, что эта стипендия отбиралась за 2019-2020 академические годы. И там есть свои критерии, которые мы обязательно соблюдали. Также очень сильно уделялось внимание на ведение научной работы студентов. Вообще общественная работа студента, насколько активный студент, насколько он участвует на олимпиадах студенческих, участвует на разных платформах и площадках и получает какие-то определенные места. За отличную учебу каждый студент-курсант получит по 50 тысяч сомов. На эти цели из фонда образования при президенте выделено 3,5 миллиона сомов. Награждение состоится уже на следующей неделе. Надежда Усова, Бигджан Туктусунов, АЛАТО, 24. Важно полноценное обеспечение населения электроэнергии в зимнее время. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер Артем Новиков сказал на внеочередном совещании по обсуждению бесперебойной работы энергетической системы. По его словам, в связи с погодными условиями, превышение установленного лимита фиксируется ежедневно. Новиков предложил представителям Газпром Кыргызстан ускорить работу по газификации жилых массивов Бишкека. Его премьер-министра также напомнил, что в жилом массиве Ахджар, где в дни резкого похолодания произошли сбои в подаче электроэнергии, в ближайшее время начнется строительство дополнительной линии электропередачи. Очень большая нагрузка на сети, особенно в крупных агломерациях, в городах и в городе Бишкек. Очень большая нагрузка может привести к аварийным отключениям. Я знаю, что у нас есть резервы по мощности, в частности, не в полную силу работает новая ТЭЦ города Бишкек. И, наверное, сегодня настало время ввести второй гидроагрегат на новый ТЭЦ для того, чтобы обеспечить необходимый объем мощности для города, для того, чтобы исключить риски аварийного отключения. Да, это будут дополнительные расходы, но это нужно сделать для того, чтобы люди не чувствовали дискомфорта в осенне-зимний период. Мы не можем допустить повторения событий, когда люди по несколько часов ежедневно сидят без электроэнергии. Но необходимо проводить разъяснительную работу среди населения. Об экономии электроэнергии нужно стараться убедить наших граждан снизить объем потребления. Вице-премьер Равшан Сабира в рамках рабочей поездки в Джалабадскую область ознакомился с ходом строительства участка дороги Мадония-Джалабад. Протяженность новой дороги составляет 67 километров. Кроме того, в населенных пунктах будут построены 8 мостов, 181 сооружение различного назначения, автостоянки возле рынков, пешеходные тротуары и остановки. Завершение проекта намечено на июнь 2022 года. Вице-премьера отметил стратегическое значение автодороги и поручил своевременно завершить объект. Реализация проекта повысит пропускную способность дороги Ош-Бишкек. Все гарантированные социальные выплаты, включая пенсии, пособия будут выплачиваться своевременно и в полном объеме. Об этом официально сообщили в соцфонде. Потребность за выплату пенсии за декабрь 2020 года составляет более 4 миллиардов сомов. Сейчас эта потребность удовлетворена на 95%. Согласно установленному графику, все пенсии будут профинансированы в полном объеме. Продолжит Бегаим Бегалиева. Доход от продажи новогоднего календаря – 5 сомов. От остальных товаров – 10 в 15. Это ежедневный заработок за РЛББО в дополнение к пенсии. С 17-летним стажем работы она получает пенсию 2,5 тысячи сомов. Несмотря на то, что пенсия выдается вовремя, ее не хватает и ей приходится подрабатывать. Я смотрю за двумя внуками. У них матери нет. А этих денег не хватит же на всех. Я получаю 2,5 тысячи сомов, и на каждого ребенка еще по тысяче сомов выдается. Приходится вот так вот выходить и торговать. Сегодня в стране пенсии получают 689 тысяч граждан. На эти выплаты ежегодно расходуются 47 миллиардов сомов. Между тем, за этот год количество пенсионеров увеличилось на 42 тысячи. Социальный фонд прогнозирует, что в следующем году число получателей пенсии достигнет 700 тысяч человек. Пенсии будут выплачиваться в срок. Это одна из самых первых обязанностей любого государства. Это защищенная статья. Поэтому они и в январе, и в феврале, и в декабре мы уже на 97% профинансировали пенсии. У нас буквально остался день-два, когда мы закончим финансирование за декабрь и начнем формировать потребность на январь. Налоговая служба, мы работаем с ней. Они тоже говорят, что на декабрь план выполнят, то, которое мы просим. Информация о том, что пенсии и пособия могут не выплачиваться, не соответствует действительности. В декабре раздача пособий была отложена примерно на неделю. Так как министерство переходит на электронную работу, операции по получению пособий по карточной системе осуществляются через банки. На сегодня Министерством труда и социального развития ежемесячно более 90 тысяч гражданам выплачиваются социальные пособия. И среднее социальное пособие составляет около 3 тысячи сомов. Первое пособие – это, конечно, юбилео-кумёк для малообеспеченных семей, выплачивается детям в размере 810 сомов до 16 лет. Кроме этого, у нас есть 25 категорий, по которым получают граждане денежные компенсации. Денежные компенсации составляют от 1000 до 7 тысяч сомов. Ранее на заседании парламента замглавы соцфонда Гульнура Джуматаева заявила, что существует вероятность нехватки средств на выплаты пенсий в январе. Ежегодно министерства и ведомства при утверждении бюджета на предстоящий год обсуждают его положительные и отрицательные стороны и риски. Но поскольку пенсии и пособия являются защищенной статьей закона, нет никаких оснований для прерывания их выплат, уверяют специалисты. Создана комиссия по изучению правильности распределения ГУМ-помощи, поступившей в Кыргызстан из других стран во время первой волны эпидемии COVID-19, сообщила на заседании Джогур-Кокинеша вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева. По ее словам, в состав комиссии вошли 30 человек, представляющих разные сферы деятельности. Джазгульбахат Бекзы расскажет больше. В течение 10 дней кыргызстанцев проинформируют о средствах, выделенных Кыргызстану международными донорами и организациями, волонтерами, да и в целом жителями страны за весь период коронавируса. Для этого создана специальная межведомственная комиссия. Где-то были моменты, скажем так, халатности, где-то были моменты коррупции, где-то на местах полученная гуманитарная помощь продавалась, где-то на местах полученная гуманитарная помощь продавалась самими, руководителями этих больниц. То есть у нас комиссия разделена на несколько там групп, и они комплексно по всей стране. Это не только город Бишкек, это не только там город Ож, это регионы, области, они получают информацию напрямую от координаторов, напрямую от руководителей больниц, там замминистров здравоохранения, министры здравоохранения, ну кто более свободен, и в оперативном порядке вся эта информация предоставляет. Давайте напомним, о каких выделенных средствах в период пандемии идет речь. Итак, когда только начиналась эпидемия коронавируса, на борьбу с ней из республиканского бюджета было выделено порядка 6 миллиардов сомов. Вместе с тем, из разных стран от международных доноров поступило более 700 миллионов долларов. В то же время неравнодушные кыргызстанцы оказали помощь в размере 90 миллионов сомов, а гуманитарную помощь волонтеров и вовсе не сосчитать, потому что нет точных цифр и данных. В состав комиссии вошли 30 человек, представляющих разные сферы деятельности. Это и журналисты, медработники, волонтеры и другие. Вместе с тем, в ходе проверок учреждений здравоохранения генпрокуратура выявила порядка 700 нарушений, 34 из которых зарегистрированы в ЕРПП. В текущем году деятельность органов прокуратуры в основном была направлена на обеспечение соблюдения соответствующими органами законов при осуществлении работы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Выявлены нарушения в основном связаны с совершением коррупционных правонарушений должностными лицами госорганов, осуществлением государственных закупок с нарушением законов, а также нарушением требований законодательства об общественном здравоохранении, а также гарантированной защитой прав медицинских работников. Стало известно и то, что в рамках этой комиссии ни один медик не будет привлечен к уголовной ответственности. Каждой ошибке или нарушению со стороны медработников будет системный подход, но никак не уголовный. Медработникам, работающим во время пандемии в красных зонах, выплатили денежные компенсации, сообщили ФОМСИ. Только за ноябрь дополнительное финансирование получили 7 319 медработников. На эти цели фондам выделено 145 930 965 сомов. Подробнее в сюжете Аяны Байзаковой. Врач городской больницы номер один Кубанчпек Инджигулов работает в красной зоне. Каждый день он проводит обход, проверяя состояние больных. По его словам, состояние большинства заразившихся коронавирусом стабильное. На данный момент я обследую 30 человек. 20% из них в тяжёлом состоянии. Несмотря на трудности в красной зоне, в 141 организацию здравоохранения в ноябре было привлечено 7 319 медиков. За ноябрь выплаты получили более 60 тысяч медицинских работников. За октябрь и ноябрь повысилось количество заразившихся коронавирусом. В ноябре 10 числа было начисление. 14-го мы раздали деньги медикам, работавшим в красной зоне. Кроме того, из республиканского бюджета на основании распоряжения правительства Фонда обязательного медицинского страхования на компенсационные выплаты в медработникам был выделен 1 353 927 000 сомов. По городу Бишкек было задействовано 3632 медработника. Сумма компенсации составила 67 миллионов 490 с половиной тысяч сомов. По Чуйской области 1189 работников получили компенсацию в сумме 21 миллиона 300 тысяч 200 сомов. В Ожской области 2598 работников получили компенсацию в сумме 48 миллионов 786 тысяч сомов. В Баткенской области 877 медработников получили компенсацию 16 миллионов 950 тысяч сомов. В Джалабадской области 1849 медработников. Сумма компенсации составила 34 миллионов 445 с половиной тысяч сомов. В Иссык-Кульской области 948 медработников. Сумма компенсации 19 миллионов 224 тысяч сомов. В Нарынской области 339 медработников получили компенсацию 4 миллиона 874 тысяч сомов. В Таласской области 479 медработников. Сумма компенсации составила 9 миллионов 692 с половиной тысяч сомов. Всего 11 тысяч 911 медработников. Сумма компенсации составила 222 миллиона 763 тысяч сомов. Что касается ситуации с ковидом в мире, то в Германии насчитывается 1 миллион 438 тысяч случаев заражения. 25 тысяч 165 человек погибли. Миллион 47 тысяч выздоровели. В США около 18 миллионов заболевших. Вылечено больше 10 миллионов человек. Погибло 318 тысяч. В Швеции от коронавируса умерли более 7 тысяч человек. Всего заболевших 357 тысяч 466. В Швеции является одной из немногих стран, которая использовала в борьбе с коронавирусом мягкие меры. Аяна Байзакова, Нуркамиласанов, Аллато, 24. На Ужском рынке в Бишкеке две предпринимательницы спорят из-за земли. Одна обвиняет другую в незаконном получении документов на спорную территорию площадью более 80 квадратных метров и проведении на ней строительных работ. Другая сторона утверждает, что арендовала землю у администрации рынка. Наш корреспондент узнавал мнение сторон. Этот участок земли на территории Ужского рынка стал яблоком раздора между двумя предпринимательницами. Разногласия между ними продолжаются уже третий месяц. Причем обе считают, что они правы. По словам одной из предпринимательниц Дарьи Хадыркуловой, два года назад она у некоего Марлиса Токтакунова за 69 тысяч долларов купила подвальное помещение площадью 276 квадратных метров, о чем свидетельствует расписка у нее на руках. 82 квадратных метра из них и привели к спору между женщинами. «Я провела собственное расследование. По его итогам выяснилось, что данный участок находится в аресте. Подтверждение этому документы из госрегистра. Тогда почему тут ведутся строительные работы, если еще не решен вопрос с документами? У нее есть документы с УЗС, УЗР, из архитектуры, но все они поддельные. Половина этой земли муниципальная, другая половина принадлежит совсем другому человеку». Однако другая предпринимательница Бумайрам Канджанова, которая занимается возведением объекта на этом участке, утверждает, что имеет все соответствующие документы и договор об аренде этого участка, полученный у администрации Оржского рынка на три года. Она же, в свою очередь, утверждает, что Кадыркулова подделала документы. «Она говорит неправду. Она не покупала этот участок. Он находится на балансе администрации Оржского рынка. Мы на протяжении трех лет бегали и собирали необходимые документы для того, чтобы построить здесь торговые центры и создать рабочие места. Еще раз повторюсь, эта земля принадлежит администрации, и мы с ней заключили договор об аренде. И только мы приступили к строительству, эти женщины начали нам препятствовать и устраивать скандалы». В то же время продавцы Оржского рынка обеспокоены тем, что государственная земля переходит в частную собственность. «Это государственный участок. Пусть его никто не трогает. Рынок и так разделён на участки. Пусть и не выходят за эти рамки. Уж пусть лучше он пустует». Руководство рынка заявило, что между предпринимательницами недопонимания продолжаются уже давно. «Земля на праве частной собственности принадлежит МЖК Холкингу Орж Базары. Отдали в аренду Бумайрам. Мы ей отдали на 30 месяцев в аренду. Но при этом дали и пообещали одно место, когда они построят. 20 квадратов они ей дадут». Обе предпринимательницы обратились в соответствующие органы для того, чтобы расследовать инцидент. По их словам, они вложили большие суммы денег и не хотят терять место, приносящее хорошую прибыль. Нурбек Именов, Ирланд Юнушалиев, Алмаз Нурмамбетов, Аллато 24. Мы следим за развитием событий. Пусть у вас будет всё хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова